всем привет в этом видео я хочу вам показать свой новый утюг а точнее это утюг с парогенератором и сделать на него небольшой обзор долгое время я не могла определиться с конкретной моделью и в своей группе вконтакте я делал небольшой опрос с просьбой помочь мне выборе парогенератора и как раз таки один из комментариев был конкретно про эту модель модель сразу меня заинтересовала своим внешним видом и я сразу пошла изучать ее в интернете тогда я нашла официального представителя это торговая марка mia конкретно моя модель это модель стира нон-стоп и сейчас вкратце я расскажу конкретно про эту модель и на что я опиралась при выборе парогенератор первых хочется отметить комплектацию в комплект входит такой резиновый коврик то есть во время работы вы можете утюг оставлять на этом коврике то есть вам его не нужно возвращать обратно сюда вы утюжите поставили на коврик изделие перевернули и дальше работаете это я уже оценила в процессе работы с этим утюгом еще один плюс это такая антенка держатель она очень легко устанавливается это антенка для парового шланга одевается очень легко благодаря этому держателю шланг не болтается и не мешает видите очень удобно он не лежит на гладильной доске он не болтается где-то внизу еще один плюс это вес самого утюга данный утюг достаточно тяжелый и когда мы будем утюжить изделие в горизонтальном положении то есть нам нужно прилагать меньше усилий чтобы разутюжить складки из-за того что утюг имеет достаточно большой вес им достаточно сложно будет отпаривать вертикальном положении но и здесь я нашла для себя плюс это и работа и одновременно такой небольшой фитнес чтобы подкачать свои руки еще один большой плюс это тефлоновая насадка на утюг на моем старом утюге тоже была насадка и и я покупала отдельно в магазине бытовой техники на отделе с утюгами их можно всегда найти здесь конечно уже насадка более интересная она здесь металлическая и с другой стороны тефлоновое покрытие насадка одеваться очень легко все готово для чего же нужна эта насадка во первых для того чтобы утюжить самое деликатное для тех кто не знает утюжить с парогенератором можно только на высокой температуре если мы на утюге выставляем низкую температуру то в утюге будет копиться конденсат и утюг у вас просто побежит но на высокой температуре можно ткань просто испортить и как раз таки нам на помощь придет такая насадка потому что она себя забирает примерно 50 процентов тепла и за счет этого мы можем спокойно без опаски утюжить как шифон так любые ткани содержанием полиэстера допустим я практически все утюжим на максимальной температуре смело утюжить эти ткани с данной насадкой и я не боюсь что я их испорчу еще один плюс это длина парового шланга у данной модели длина шланга 2 метра смело можете утюжить и не бояться что вам не хватит длины шланга также хочется отметить что здесь очень удобно панель на корпусе расположены две кнопки первая эта кнопка включи после того как мы включили кнопку питания температуру выставляем на макс когда утюг будет готов к работе вот эта лампочка индикатор она погаснет сейчас подождем когда утюг нагревается хочу рассказать еще об одном плюсе и мне кажется это один из самых значительных плюсов которые я отметила у данной модели как вы заметили в названии есть такое слово нон-стоп что же она означает то есть во время работы если у нас заканчивается вода и кстати как раз таки когда заканчивается вода загорается красный индикатор на этой панели мы просто открываем крышку вставляем воронку берем воду и доливаем ее в парогенератор и еще один плюс данной модели это размер бойлера для воды данной модели здесь полтора литра то есть благодаря этому мы можем долгое время утюжить и отпаривать вещи не думая о том что вода закончится и как вы видите во время работы утюга я его не выключая доливаю воду и дальше могу работать практически у всех моделей данной функции нет то есть после того как вода закончится в парогенераторе вам нужно будет его выключить дождаться когда он остынет а это занимает порядка 40 минут и только тогда заливать новую воду после того как вы закончили работу вам воду выливать из накопителя не нужно то есть вода может оставаться до следующей работы лампочка у меня погасло значит утюг готов к работе и сейчас я включаю вторую кнопку это кнопка включения самого парогенератора и здесь снова нужно подождать несколько минут когда индикатор на панели загорится зеленым светом значит парогенератор готов к использованию парогенератор готовится к работе расскажу про воду обычно в парогенератор рекомендуют заливать дистиллированную воду я заливаю сюда фильтрованную воду у нас стоит в доме два фильтра первый большой фильтр стоит на входе в дом и на питьевую воду стоит система фильтрации состоящая из трех фильтров то есть проходя такую систему очистки мы получаем идеально чистую воду которую можно использовать в парогенераторе но тем не менее регулярно парогенератор нужно чистить от извести делать это необходимо после каждых 15-20 литров использования воды сейчас к сожалению я не смогу показать так как я уже включила парогенератор но снизу есть отверстие которое можно открыть слить в воду и почистить сам прибор от извести если она там накопилась итак на панели у меня загорелся индикатор зеленого цвета значит мой прибор готов к использованию на самом корпусе есть регулятор подачи мощности пара который я выставляю примерно на середину не знаю видно ли сейчас будет очень удобно пробковая ручка которая не нагревается за нее удобно держать снизу под ручкой расположена кнопка подачи пара сверху у нас кнопка для фиксации пара кнопку это опускаем вниз и с такой подачи пара мы можем допустим отпаривать изделия вертикальным положением на утюге есть регулятор температуры здесь довольно таки широкий температурный диапазон от 35 до 210 градусов и конечно я не могла вам не показать утюг в деле во первых и можно утюжить как обычным утюгом без использования пара в отличие от обычного утюга утюжить с парогенератором нужно очень внимательно и аккуратно потому что пар бьет очень сильно и если его направить допустим на себя или на кого-то либо направить на вторую руку то можно получить очень серьезный ожог конечно все преимущества парогенератора я оценила при утюжке хлопка допустим постельное белье и связи я думаю что на сатине и на танцели смысла нет показывать потому что после стирки данные виды тканей остаются практически без складок то есть они остаются не помятыми ну вот этот комплект из бязи и он очень всегда сильно мнется и посмотрите с какой легкостью парогенератор разглаживает складки и как вы сами видели парогенератор легко справился стильно помятым хлопком и также легко и без опаски можно утюжить блузку из шифона благодаря тому что на утюге одета тефлоновая подошва спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас остались какие-то вопросы по поводу утюга, то пожалуйста спрашивайте об этом в комментариях, я обязательно постараюсь на все вопросы ответить. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!